Был один случай. Я, Покровский, был приглашен своей хозяйкой на поминальный обед по случаю смерти ее мужа. После обеда ушел в свою комнату. А больше я ни у кого из колхозников не был. Контрреволюционной агитации не вел. Эту фразу, записанную собственноручно священником Саратовского духовского храма Петром Покровским, палачи сочли достаточной для того, чтобы в постановлении дать формулировку «частично сознался». Следующей фразой в документе значится Покровского П.И. расстрелять. Шел 1937 год. Имя. Петр Иванович Покровский. Год рождения. 1873. Место рождения. Село Кондоль. Петровского уезда Саратовской губернии. Образование. Саратовская духовная семинария. Должность. Без определенных занятий. Бывший священник. Обвиняется в антисоветской агитации, распространении провокационных слухов о гонении на религию. Приговорен к расстрелу. 11 октября 1936 года будущий священномученик Петр Покровский был арестован управлением НКВД по Саратовской области. Это уже был второй арест батюшки. Обвинение было таким же, как и во время предыдущего заключения. Антисоветская агитация и распространение провокационных слухов о гонении на религию со стороны советской власти. Отец Петр содержался под стражей в саратовской тюрьме. Виновным себя не признал. Первый раз священномученик Петр был арестован за то, как написано в его следственном деле, что вел агитацию против советской власти, обвиняя ее в том, что она удушает религию. Подоплекой этого обвинения было то, что отец Петр категорически отказался идти на сотрудничество с обновленцами, с раскольниками, само появление которых было обязано именно советской власти. Несколько раз обновленцы предлагали отцу Петру перейти к ним, служить в их храме, и каждый раз страдалец отказывался. По становлению особого совещания при коллегии ОГПУ от 2 ноября 1928 года батюшка был освобожден из-под стражи и выслан на жительство в Тверь сроком на три года. По окончании ссылки отец Петр вернулся в Саратов и служил священником в соборе во имя сошествия Святого Духа на апостолов. Священник прекрасно понимал, что раз он однажды попал в поле деятельности богоборцев, просто так его в покое не оставят, и за ним пришли почти через 10 лет. Именно в это время, в служении в Духосошественском храме, в конце 1936 года отец Петр был арестован. Он был приговорен к ссылке в Казахстан и оказался в поселке Успенка в Восточно-Казахстанской области. Несмотря на то, что срок его ссылки еще не закончился, он был там вновь арестован. И в ноябре 1937 года началось его последнее следственное дело. На допросах следователь утверждал, что отец Петр проводил контрреволюционную агитацию. Но каждый раз священник отвергал обвинение. Тем не менее, в обвинительном заключении говорилось. Будучи озлоблен против советской власти, Покровский систематически занимался контрреволюционной агитацией среди колхозников, для чего систематически посещал квартиры колхозников и под видом поминальных обедов устраивал пьянки, тем самым отвлекал колхозников от работы. На допросах священномученик Петр не признал свою вину. Но, как мы сегодня знаем, властям это было и не нужно. Им не нужно было, чтобы существовали реальные контрреволюционные организации. Им нужно было привлечь к уголовной ответственности. И после допросов, после привлечения лжесвидетелей, священномученика Петра приговаривают к высшей мере наказания. 2 декабря 1937 года ему был вынесен смертный приговор, а ночью 30 декабря 1937 года приговор был приведен в исполнение. Петр Иванович Покровский родился в селе Кондоль, Саратовской губернии, в семье священника. В 1895 году окончил Саратовскую духовную семинарию, а через 4 года был рукоположен во священника. После окончания семинарии Петр Покровский женился. Его избранница Надежда Васильевна в девичестве Щеголева стала его верной подругой и помощницей на его дальнейшую священническую жизнь. Епископ Саратовский Царицынский Иоанн рукоположил молодого выпускника в священнике, и отец Петр был направлен в приход села Спаска Александровка. Сегодня оно расположено в пределах Пензенской области. Отец Петр ревностно служил Церкви Христовой, преподавал в земских школах и училищах. В 1912 году батюшку утвердили в должности окружного миссионера и духовника клириков одного из округов Петровского уезда. Он ответственно выполнял веренные ему обязанности, за что неоднократно был удостоен церковных наград. С наступлением богоборческих времен в стране начались масштабные гонения на верующих. Не обошли они стороной и отца Петра Покровского. В 1921 году из-за закрытия церкви он был вынужден оставить служение в селе Спаска Александровка и переехал в родительский дом в селе Кондаль. Там он прожил до 1924 года, а потом вместе с супругой и детьми перебрался в Саратов. Управлявший тогда Саратовской епархией епископ Андрей Комаров назначил его в приход Воскресенского храма на Старом городском кладбище. Однако именно в этом храме произошла история, из-за которой Воскресенский кладбищенский приход разделился внутри самого себя. Когда начался обновленческий раскол, настоятель Воскресенского храма, протерея Сергий Ледовский, принял обновленчество. При этом ни священники храма, ни прихожане не поддержали решение настоятеля. Возможно, назначением в этот храм отца Петра священоначалие сделало попытку возродить развалившийся приход. Так или иначе, до служения в кладбищенской Воскресенской церкви он не был допущен раскольниками. Однако совершал требы по приглашению верных православию прихожан. Влики новомучеников и Ирея Петра Покровского канонизировали в августе 2000 года. Несогласие с предательством обновленцев стало причиной мученической кончины многих священнослужителей и мирян. Отец Петр Покровский мужественно стоял на защите своей паствы, не давая верующим сгубить души в церковном расколе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok